Здравствуйте! В эфире программа «Факты и афиша» и в ближайшие 5 минут только хорошие новости. О нем можно слагать стихи и петь песни. Его можно топить, солить, коптить. Попробовать огромное разнообразие видов сала можно будет на краевом фестивале «Гарна Сальце». Оно пройдет в этом туристическом комплексе «Атамань». На праздники также будут представлены оригинальные блюда кубанской кухни. И, конечно, не обойдется без зажигательной программы с песнями и плясками. Параллельно на всех площадках этностаницы будут проходить мастер-классы. «Атамань» ждет гостей 30 июня. Фарс, трагедия, лирика и юмор. В Краснодарской филармонии имени Пономаренко пройдет антрепризный спектакль по пьесе Жанна Поля Сартра «За закрытой дверью». Три незнакомых человека становятся друг для друга смыслом и проклятием, целью и помехой. В главных ролях народные артисты России Андрей Соколов и Ирина Алферова. Не пропустите встречу с любимыми артистами. Именно с интернет-просторов и началась его карьера. Покоритель женских сердец, талантливый представитель хип-хоп и рэп-культуры. Автор и исполнитель песен Егор Крит приедет в июле с концертом в Сочи и Геленджи. Крит – это сценический псевдоним, который Егор придумал в 14 лет. Тогда он с помощью друзей за два дня снял клип «Любовь в сети». Видео моментально стало популярным. К артисту пришла народная любовь. Сегодня певец – один из самых востребованных артистов музыкального лейбла «Блэк Стар». На концерте вас ждет качественная музыка и яркие костюмы. Организаторы обещают незабываемое шоу. В галерее «Сантал» впервые проходит персональная выставка живописи русско-германской художницы Людмилы Бальцер «Планета Омега». В экспозицию вошли сто живописных работ – пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, символические композиции, посвященные женской теме в изобразительном искусстве. Полотна автора погружает нас в мир умиротворения и покоя, даря ощущение легкости и радости. Ей в Ниццу ему Страсбург. Он молодой программист, а она костюмер в оперном театре. Как вы думаете, во что перерастет эта неожиданная встреча? Конечно, страстный роман. В Краевой столице пройдет спектакль «История любви» в ролях Светлана Хоченкова, Александр Устюгов, Анна Уколова и другие. Эта постановка – комедия «Положение». Она словно зеркало отражает трудности поколения 30-летних, разучившихся слышать собственное сердце. Главные герои, сами того не ожидая, начинают врать друг другу. И тем самым все сильнее запутываются в своей любви. А это постановка о сложных человеческих отношениях, способных растрогать до слез и вызвать искреннюю улыбку. В Краснодаре состоится спектакль о любви и о дружбе. В ролях московские артисты Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева, Юрий Титов и другие. Лирическая комедия, поставленная по трем пьесам современных драматургов, демонстрирует три модели семьи, узнаваемых и понятных нам. Ведь всех героев объединяет одно – поиск личного счастья. И поиски эти иногда забавны, а иногда трагичны. Теперь поговорим о киноновинке. В широкий прокат выходит лента «Восемь подруг Оушена». Сюжет рассказывает нам о Дэбби Оушен, которая только недавно вышла из тюрьмы. Как вы уже догадались, Дэбби – сестра знаменитого Дэнни Оушена. Девушка, как и ее брат, имеет слабость ко всему дорогому и блестящему. Выйдя на свободу, главная героиня собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье шеи прекрасной звезды экрана во время ежегодного балла в Метрополитен-музее. Задача не из легких. Что из этого выйдет, узнаете, посмотрев картину в сети кинотеатров «Монитор». Через три с половиной недели в Мет состоится ежегодный балл. И мы его ограбим. Не балл, конечно. Наши Дафны Клюгера оценивается приблизительно в сто миллионов долларов. Сто пятьдесят вообще-то. А нельзя просто пойти туда? Нам обязательно красть что-то? Да. На этом у меня все. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24». Субтитры предоставил DimaTorzok